Фонд Гомель обл.имущества проводит аукционные торги по продаже объектов недвижимости. Каковы правила аукциона с обязательными к исполнению условиями? В чем состоит ответственность покупателя и каковы его права? Узнаем прямо сейчас. При продаже на аукционных торгах недвижимого имущества с установлением начальной цены равной одной базовой величине, у нас существуют обязательные условия таких аукционов. Одно из них – это осуществление предпринимательской деятельности новым собственником имущества на приобретенном объекте. Второе – это запрет на отчуждение недвижимого имущества до исполнения условий договора купли-продажи. Запрет на отчуждение – это значит запрет на продажу, передачу, залог, любые действия, которые могут повлечь в дальнейшем переход права собственности на данное недвижимого имущества. Кроме того, у нас продавцы имеют право выставлять также дополнительные условия. Это такие условия, как создание определенного количества рабочих мест, либо условия, которые будут обязывать ввести объект в эксплуатацию, либо реконструкцию произвести его, либо перепрофилирование. Также покупатели имеют право сноса приобретенных объектов недвижимости, либо сноса отдельных капитальных строений, которые не могут быть использованы в предпринимательской деятельности, и строительства вместо них новых объектов недвижимости. Капитальные строения могут быть проданы физическим лицам с условием использования их под жилье, либо для ведения личного подсобного хозяйства. В таком случае физические лица после завершения реконструкции или перепрофилирования объектов недвижимости будут обязаны обратиться в агентство по госрегистрации и земельному кадастру для регистрации в качестве жилого объекта, объекта жилого фонда. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, иные физические лица обязаны осуществлять свою деятельность на приобретенном объекте недвижимости в соответствии с целями и сроками, указанными в договоре купли-продажи. В случае неиспользования объектов в соответствии с целевым назначением, в случае неисполнения условий договорных, которые прописаны, естественно, в договоре купли-продажи, они будут обязаны уплатить штраф в соответствии с указом президента, в бюджет. Это разница между оценочной стоимостью объекта недвижимости и ценой его продажи на аукционных торгах. При заключении договора купли-продажи наши покупатели имеют право требовать у продавца все документы, которые связаны с объектом. Такие документы, как акт ввода в эксплуатацию, документы технической, строительной документации, документы, которые будут как-то характеризовать данный объект. Я считаю, что эти документы можно оформить описью и сделать неотъемлемой частью акта прямой передачи. Более подробную информацию о продаже на аукционе объектов недвижимости с обязательными к исполнению условиями можно получить на сайте фонда Гомель обл. имущества или по телефону в Гомеле 70 08 55. С вами была передача «Имущество». Мы говорим о том, что актуально. Продолжение следует...